Всем приветик, с вами Лиза, добро пожаловать на мой канал. Здесь про творчество, вдохновение и самовыражение. Сегодня нас ждет финальная серия, и мы наконец-таки узнаем, кто стал победителем первого сезона проекта Подиум. Не будем затягивать, интро. Хочу поблагодарить каждого из вас, кто прошел со мной этот путь под названием первый сезон проект Подиум. Надеюсь, вам понравились мои обзоры, и также я очень благодарна вам за обратную связь в комментариях. У нас сложилось такое уютное сообщество. Я надеюсь, вы запаслись вкусняшками. Ставьте лайк, и давайте начнем. Привет, Карасан, как дела? Отлично, привет, Тим. Все пришли, все смотрятся в нарядах бесподобно. Карасан, у нас проблема. Какая? Обувь. Обувь, которую тебе предоставили в виде дружеской услуги. Так. Это противоречит контракту, который ты подписала. Ну, наконец-то что-то случилось у нашей долбанной мисс Безупречность. Потому что контракт не позволяет безвозмездно принимать изделия или услуги, которые усиливают конкурентоспособность твоей коллекции. Мы наконец-таки с вами узнали, почему все-таки была такая великая проблема с этими туфлями у Кары. Не знаю, мне кажется, Кара не из тех людей, что она просто подписала контракт и даже не читала, что там написано. Мне кажется, они опять что-то придумывают на ходу просто и усложняют задачи. Вообще-то теперь я напрягся. В контракте ясно сказано, что мы не можем принимать ничего в дар. А она за свою обувь не платила. Но мы же используем бесплатную обувь от Майкла Корса. В чем разница? Это не те туфли, которые я заказала бы для своей коллекции. Но они достали себе даром, да? У всех нас был доступ к обуви вон в той коробке. Но ты все равно за них не платила, так? Скажи то же самое всем, кто взял бесплатную обувь. Джей, ты брал туфли от Майкла Корса? Одну пару. Ну ты, Джей, взял туфли от Майкла. Венди и Джей заплатят за туфли Майкла Корса из своего бюджета. Если бы ты заплатил за них полную цену, то от твоих 8 тысяч долларов ничего бы не осталось. Блин, если честно, это такая ситуация сложная. Вот если бы я была на месте Венди или Джей, то, конечно, мне бы было обидно за то, что мне предоставили бесплатно, да? И я пользуюсь тем, что есть. А Кара вот захотела определенный дизайн, и ей предоставили это в дар. Но с другой стороны, если войти в положение Кары, то, конечно, ей тоже обидно. Тем более, что вот на следующий день буквально уже показ, и ей говорят за день. Точнее, даже за несколько часов. Это 11 часов вечера, что нельзя использовать эту обувь, потому что запрещает контракт. Жесть. Давайте посмотрим, как она выйдет из этой ситуации. Давай я позвоню в Долхаус, чтобы к началу показа все уладить. Хорошо? Слушай очень внимательно и не перебивай. Ты должен сегодня кое-что сделать. Мне нужен счет на все 12 пар обуви. Надо, чтобы они были оплачены, и чтобы у меня был чек. Хорошей цене, конечно. Ведь я почти все истратила. Можно написать по десятке за пару? Конечно. Меня напрягает, как я решила проблему с обувью, да? Ну, честно говоря, да. Я должна соблюдать контракт, и я не хочу, чтобы меня считали мухлевщицей. Я столько сил отдала этой коллекции, нельзя обвинять человека за профессионализм. Какие-то особые элементы можно было заказывать у других людей, но за них надо было платить из того же бюджета. А как же свои свитерки? Нет-нет, это большая разница. У меня есть вязание, трикотаж, и для меня их делали другие люди, но я платил за работу. Если честно, можно понять и того, и другого, конечно, но мне кажется, что Кару специально как будто бы вводят в такую стрессовую ситуацию, ведь можно было бы до этого сказать насчет обуви, что она предоставлена бесплатно, а так нельзя. Я этого момента не понимаю. Как бы она за день нашла новую обувь, непонятно. Босиком бы вышли, наверное, модели. Опять же, мне кажется, что здесь делают шоу на пустом месте из-за этой обуви, потому что это финальная серия, как бы, чтобы привлечь зрителя, нужно какую-нибудь такую подлянку сделать. А со мной ты поговорить не хочешь? Нет. Ну, тогда я тебе сама скажу, это самое настоящее наглое мошенничество. Не говори со мной. Нет, я буду говорить. Уинди, я готовлюсь к показу. Джей, не плевать, что ты говоришь, я не слушаю. Джей, и мне пришлось покупать туфли в магазине по 5 баксов. Я не слушаю тебя. Разве это можно сравнить с туфлями, которые ты сама разработала и на которые поставила фиктивную цену в 5 баксов? Да, потому что ты так не можешь, а я могу. Я слышала, как ты договорилась о липовом ценнике в 5 баксов. За туфли, которые тебе сделали по индивидуальному заказу под твоим лекалом. Они сами согласились продать мне их по 5 баксов. Это, моя дорогая, не честно. А вот то, что она попала в тройку финалистов чисто случайно, на мой взгляд, это разве честно? По отношению к Остину, например, который намного талантливее Венди, и она вот в финале, а он нет. Разве это честно? Нет права говорить, что честно, что нет. Это лишний раз показывает, что ты лицемерка. Тебя послушать, так все законченные сволочи. Венди, ты просто выгораживаешь себя. А ты безгрешна, как ангел. Тебе можно мухлевать, когда это на пользу тебе. Но, боже упаси, чтобы что-то было сделано на пользу другим. Венди, можешь выгораживать тебя, сколько влезет. Но я на это не подамся, понятно? Я готовлюсь к показу. Я не буду с тобой спорить и устраивать сцены. Ты для меня не существуешь. Итак, наши дизайнеры направляются к месту, где будет проходить сам показ. Все белое вдоль подиума расставлены стулья. Это было мощное эмоциональное переживание. Я растерялась, как олень в свете фар. И тут мне на помощь пришел этот парень. Он был там, как рыба в воде, и мне захотелось стать такой, как он. Так, кстати, насчет обуви, весь чек? Хорошо. Долхаус взял с меня по 15 долларов за пару. Кара сам предъявила волшебный чек на свою обувь, и я чуть не анимил. По-моему, 15 долларов не покроют даже ввозной после. Сойдет? Черт, почему эта хреновая модель еще не здесь? Ты не видел Маник? Нет. Она для меня самая важная модель. Господи, не с этой обувью, просто еловица. Реально трагедию делает на пустом месте. Так, это что, все? Джулия, где мои семь девушек? Не знаю. Ну, по крайней мере, Джулия на месте. Помню, в какой серии. Восьмой, может быть, ее вообще не было, и пришлось выходить на подиум Остину. И он просто сделал эту работу. Наилучшим образом. Дизайнерам в качестве поддержки приехали их близкие, и это очень мило, когда в такие важные моменты приезжают друзья, родственники поддержать. Вообще, очень важна поддержка. Я об этом говорила в каких-то своих видео. И не перестану говорить. Мама, Леонора. Здравствуй. Привет. Просто дурдом, да? Я весь на нервах. У нас осталось две минуты и миллион дел. Мы не пытаемся вставлять тебе палки в колеса. Так. Но продюсеров не убедил чек на 15 долларов. Они дают тебе три варианта. Первый. Выход без обуви. Второй. Другая обувь. Третий. Используй свою обувь. Но мы, скажем, судьям не принимать ее во внимание при выставлении оценок. Тогда третий вариант. Пока Кара решает проблему с обувью, у Джея также не все гладко. Он ходит и ищет своих моделей, которые еще не подошли. Пришла все-таки. Так, начни ходить пятерых моделей. Так, сейчас проверим наушники. Нужен суперклей. Что, наушники сломались? Две пары. Две пары? Как они могли сломаться? Так приятно видеть участников из этого сезона. Ну вот, они пришли их поддержать, наверное, скорее всего. Здорово. Как я и хотела в прошлой серии. Добрый вечер. Добро пожаловать на проект Позиум. Сегодня у нас последний конкурс и финальный показ. Три наших дизайнера готовились к этому моменту, не жалея сил. Итак, среди членов жюри на показе был Майкл Корс, Нина Гарси и Паркер Пози. Итак, да начнется шоу. Привет. Итак, девушка в полете фантазии. Так называется коллекцию, которую я представляю сегодня. Это смесь стиля авиаторов и технологических мотивов. Мысленно я обращалась к Говарду Хьюзу, к страсти, которая сводит человека с ума, но по-другому он жить не может. Я вот, кстати, не была на таких масштабных показах. И я вот первый раз вижу, чтобы дизайнер еще перед тем, как вышли модели, немного рассказал о своей коллекции. Здорово. Хотя бы есть какое-то представление, что мы увидим. Там какая-то проблемка возникла у модели. Я, если честно, не очень хотела комментировать. Мне хотелось бы полностью посмотреть коллекцию и потом как-то высказать свое впечатление. Но я все равно буду вставлять какие-то свои комментарии между проходками моделей, потому что YouTube у меня опять не пропустит видео. Я, если честно, не знаю, натуральные ли меха и кожу использовала Кара. Но если это все натуральное, то, конечно, это не очень экологично. Мне кажется, вот этот зеленый наряд, это, наверное, мой фаворит будет, потому что мне в последнее время прям очень сильно нравится зеленый цвет. Я знаю себя зеленью. Мне кажется, так в приближении мая на меня действует. Еще одно симпатичное зеленое платье. Не знаю, мне нравится зеленый, он успокаивает. Кстати, я заметила, что вот у этой модели, по-моему, Джоселин, да, ее зовут? Я так и не постарела, как ее зовут, ну ладно, неважно. У нее туфли слишком большие, прям на несколько размеров. На один точно. Я вот представляю, какие некомфортные идти. Ну, у нее такие интересные акцентные места в зоне декольте. Знаете, мне эта коллекция напоминает Великого Гетсби. Вот особенно платьями вечерними, мехами. Так, знаете, сразу же захотелось пересмотреть Великого Гетсби. А давайте мы с вами теперь представим, если бы все эти модели вышли босиком. Этого коллекция не так впечатляюще посмотрелась. И мне кажется, что Кара правильно сделала, что выбрала именно третью опцию, потому что зрителей очень много, и для них было бы странно. У них бы возникли вопросы, почему они вышли босиком или в обуви, которая вообще никак не мочится с коллекцией. Тут они хотя бы видят такую целостную коллекцию. Да, судьи не будут учитывать при оценке этот момент, но другие люди увидят полноценную, красивую, достойную коллекцию. И это, мне кажется, более приоритетнее в данном случае. Что ж, теперь, как мы с вами знаем, в предыдущей серии Тим Ганн обозначил, кто за кем идет, и сейчас очередь у Уэнди. Здравствуйте, меня зовут Уэнди Пеппер. Как все вы знаете, мне посоветовали представиться мамашей из Вирджинии. Ну, я всегда мечтала стать дизайнером одежды. Сегодня моя мечта сбылась. Спасибо, что разделили со мной эту радость. Приятного просмотра. Так, я думала, что дизайнеры выходят и рассказывают немного о своей коллекции, но что-то Уэнди как-то странную речь произнесла. Я, если честно, не знаю, как комментировать, потому что мне не нравится то, что я вижу. Скорее всего, вы на фоне слышите другую музыку, дабы у меня не заблокировали видео. Ну, мне нравится, как переливается ткань вот у этого наряда. Но, опять же, наверное, зеленая, поэтому меня и зацепил этот наряд. Секунд, кажется, эта модель очень похожа на девушку, которая победила в топ-модель по-американски. Очень похожая, может, это она, конечно, и есть, не знаю. Я вот сейчас смотрю уже, какая модель выходит, и у меня ощущение, будто бы цвета очень похожи на цветовую палитру коллекции Кары. Либо я ищу подвохи там, где их нет. Мне понравился корсет вот у этого платья, интересно смотрится. Есть некоторые детали в ее коллекции, которые привлекают мое внимание. Но так вот в целом, если я смотрю на наряд, как будто бы что-то не то, как будто бы что-то хочется убрать или добавить. То есть вот так вот целостно, если смотришь, что ни один по каменю не зацепил какие-то только моменты отдельные. Так, противоречивое у меня отношение к одежде просвечивающей. Я вот просто представила, там, не знаю, женщину, бизнес-вумен какая-нибудь. Разве она навстречу пойдет в такой рубашке? Мне кажется, больше, наверное, для фотосессий, может, такая одежда подойдет. Пишите, что думаете, кстати, по поводу платьев, рубашек, вот как у Уэнди в данном случае, которые просвечивают. Куда бы, может быть, вы пошли в таком? Или, может быть, вы категорически против таких вещей в своем гардеробе? Вот это платье мне напоминает образ Элизабет. Кажется, ее зовут из «Пиратов Кривского моря». Это, по-моему, сейчас последняя уже идет девушка. И, если честно, вот так вот повспоминать наряды, которые я только что увидела, как будто бы это не целостная коллекция. У меня вот одно такое впечатление. Вот сейчас они все вместе вышли. И вот оцените, вообще, как смотрится коллекция, вот когда все девушки идут друг за другом. Что ж, мы долго этого ждали. И я надеюсь, что в моей команде под названием «Я болею за душку у Джея» есть несколько человек. И давайте, наконец, насладимся тем, что создал Джея. Меня зовут Джея. Я думаю, вы знаете, кто я такой. Я не буду разглагольствовать о своей коллекции. Пусть коллекция говорит сама за себя. Вы тут знаете, мне хочется рассматривать каждую деталь. Я, конечно, знаю, и, по-моему, Джея сам это сказал, что он не сам вязал такие вот трикотажные вещи, да, и вязанные, но в целом придумать такое тоже достойно. Я вот, например, сейчас начала вязать сумочку. Не знаю, как у меня пойдет, потому что я беру из головы рисунок, и это достаточно сложно создать хотя бы схему того, как это все будет выглядеть. Я бы 100% купила бы вот эту вот жилетку зеленую. Она превосходная. Мне реально не хочется комментировать. И не потому что мне не нравится, просто мне так хочется прям насладиться. И каждый образ смотрится объемно, знаете. Это не просто там майка-юбка, это майка, кардиган, наушники, какое-то ожерелье или шарф, юбка. Юбка непростая, у нее прям сложный дизайн. Здорово. Этот лавандовый очень красивый цвет. И, кстати, по-моему, у Джея у единственного использован такой цвет. Все остальные зеленый, синий, желтый. Вот такие цвета используют. А, розовый, кстати, еще был. Это, кстати, наверное, отсылка к платью, которое Джей делал в конкурсе, когда они создавали наряд для красной ковровой дорожки. Там тоже такие же были цвета и юбка с переходом. И вот скажите теперь, кто достоин победы? По-моему, тут все очевидно. После показа у гостей брали интервью и спрашивали, какая коллекция им понравилась. И давайте-ка посмотрим, как отреагировали зрители. Честно говоря, мне больше понравился Джей. Наряды у всех трех дизайнеров чудесны. Но лишь в одной коллекции четко прослеживается единая точка зрения и рука мастера. Финальное шоу произвело сильное впечатление. Четко виден индивидуальный почерк дизайнеров. Мне больше понравилась Кара. Ее произведение — это то, что хотят носить современные женщины. Да, я соглашусь с тем, что коллекция Кары больше направлена на такую взрослую женскую аудиторию. Возможно, которые добились каких-то успехов, например, в бизнесе. Когда я смотрела на наряды Кары в этой коллекции, мне представлялся в голове такой образ женщины элегантной, успешной, самодостаточной, простой, которая знает себе цену. В общем, именно, я думаю, на такую аудиторию направлена ее коллекция. Коллекция Джея, мне кажется, больше направлена на такой молодежный, больше стиль. А вот Венди, я не знаю, там, мне кажется, какой-то винегрет получился. И мне так кажется. У меня просто может привезя так к ней отношения. Я не знаю. Может быть, я не так сильно была погружена в просмотр ее коллекции. Я не смогу сейчас найти объяснение, но... Но я еще раз повторю, что некоторые детали мне понравились. Но в целом коллекция для меня не слишком впечатляющей показалась. Так, теперь мы вновь увидим дизайнеров на подиуме. И по традиции, судьи зададут вопросы дизайнерам насчет их коллекции, выскажут свое мнение, наверняка какие-то замечания. Дизайнеры ответят на вопросы, и я надеюсь, что немножко поподробнее расскажут о своей коллекции, об идее. Я хочу спросить Джея о материалах. Я заметила в твоей коллекции много вязаного. Да, например, вот то лазурное пончо, его связали крючком по моему заказу. И потом сам я расшивал его бисером. А лоскутная техника? Я сам шивал все лоскутки. Это было хоть наказание. Это ностальгическая традиция «Взгляд в прошлое». Это честь моей биографии. Мне кажется, все это даже слишком сочетается. Ты переборщил с единством палитры. В некоторых случаях за цветом пропадает одежда. Да, это действительно так. Но, не знаю, мне кажется, что это не супер сильно портит впечатление от всей коллекции. Я из провинции. Я просто ходила гулять с утра до вечера, а на дворе была осень. Я видела, как опадают листья, трава меняет цвет. Они подтолкнули меня к созданию коллекции, в которой было бы много текстуры. То есть это история о тебе, как о женщине? Все эти наряды сдержаны, но с легким намеком там, где это нужно. Честно говоря, ни один наряд я бы сдержанным не назвал. Там все было видно. Совершенно прозрачная блузка. Этот наряд очень выбивался из темы. Ведь осень совершенно очевидна, и вдруг ни с того ни с сего я вижу соски. Боже, да, 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 я согласна полностью. Я говорю, там не было между моделями связи, между нарядами связи. Знаю, это выглядело, как будто вот вырвали что-то из контекста, поставили на подиум, другое вырвали из контекста, поставили на подиум. То есть не было единства. Знаешь, некоторые твои наряды замечательные с профессиональной точки зрения, но ты не смогла удержаться в конве своей же идеи. Ты не смогла сделать конфетку из своей коллекции. Ты упомянула о городах Юза. То есть фильм «Авиатор» для тебя многое значит. Да, причем не столько его стиль 30-х, сколько страсть к любимому делу. Мне кажется, некоторые из этих платьев можно надеть на врачей неоскар. Они очень небанальные и соблазнительные. И вот это твое самое слабое место. Это же Гуччи. Я увидел это платье, стал его оценивать, и вдруг меня поразило. Я это видел, это Гуччи. Это полностью в духе того, чем я сама занимаюсь уже много лет. Все узнаваемо, вплоть до цветов, вплоть до мехов. Да, неприятненькие такие замечания дал Майкл Корс. Кара достойно, в принципе, себя преподнесла. Мне кажется, она из любой ситуации может найти выход. Итак, теперь нас ждет обсуждение членов жюри. Я просто разрываюсь между Джейм и Карр и Сау. Я сижу по двум параметрам. Мне нужно увидеть что-то оригинальное, что-то характерное, что отличается от конкретного дизайнера. А затем я должен почувствовать в себе любопытство, а можно ли чего-то ждать дальше. Как вам линия Уэнди? Ну, давайте честно. У нее, конечно, есть качество, которое необходимо всем, кто занимается модой. У нее есть цепкость. И еще она слишком усердна слушать чужие советы. А слушать надо свое сердце. А уже так краешком ухо прислушиваться к старинам. Ну да, кстати, вот Уэнди, она, может, хороший исполнитель, как Майкл Корр сказал, она хорошая партниха, но как создатель чего-то нового, она не в топе, так скажем, раз вот эта коллекция и была показателем этого. Мне кажется, Джей и Карра Саун так и поступают. Да, именно так. Они прислушиваются к вам, они не жалеют сил, чтобы создать самые, что ни на есть, замечательные вещи. Мне понравилась коллекция Джея. В ней столько иронии, радости, жизни и колорита. И нет слишком серьезного отношения к себе. Вам больше всего понравилось у Карры Саун. Ее одежда безупречна, безупречно исполнена. Она целостный художник. Мне понравилось многое из того, что она представила на показе. Две такие коллекции разные. Они обе очаровательны, прекрасны. Дизайнеры разные. Джей, он классный, суперский дизайнер, необычные идеи воплощает, но мне кажется, как бизнесмен, а все-таки мир моды и про бизнес тоже, и мне кажется, что ему, наверное, сложновато было бы воплощать свой талант в этой области. Итак, ребята, теперь мы с вами, наконец-таки, прошли этот долгий путь под названием первый сезон проекта «Подиум», и мы, наконец-таки, узнаем имя победителя. Не буду вас томить. Давайте посмотрим, кто это. Уэнди, ты имеешь полное право гордиться собой. Мы все считаем, что ты поработала на славу. Коммерческая привлекательность твоей линии, несомненно, но в ней нет той целостности, которую мы видим у твоих соперников. Ты выбываешь. Это уже такая небольшая победа. Для меня, конечно, это была бы большая победа, если бы в тройку попал Остин, но тоже, в принципе, неплохо. Мы лучшие. Джей, ты создал чудесную линию. В ней столько артистизма, столько своеобразия, в ней весь ты. Карасаун, твои идеи изумительны. Их воплощение безупречно. Джей, поздравляю, ты победитель проекта «Подиум». Мы почувствовали, что у Джея есть свой голос. Мы верим, что он новый великий американский дизайнер. Кто? С ума сойти? То есть я уже сошел? Карасаун, ты проделала изумительную работу. Мы обожаем твои произведения, и ты далеко пойдешь. Собственно, до меня еще до сих пор не дошло, что я, я победитель. Я победитель. Ну вот, когда я вам говорила, что это очевидно, я как раз таки и имела в виду Джея. Я очень рада за него, и, конечно, у него достойная коллекция, достойная победа в этом шоу. У Кара, конечно, тоже замечательная коллекция, но победитель может быть только один. Для меня это эпохальное событие, ведь у меня в жизни было столько неопределенности, неуверенности. И вот теперь я получила огромный заряд веры в себя. В какой-то момент очень важно поверить в свои силы и выйти из этой искорупы, и показать себя настоящему миру, потому что мы очень часто закрываемся, где-то молчим, где нужно высказать, например, свое мнение, сказать, что нет, мне это не подходит. Спасибо. Я иду своим путем. Меня прям вдохновила эта серия. Ну а теперь я вам немножко расскажу о каждом дизайнере, который попал в тройку. И третье место у нас заняла Уэнди Пеппер. Ее настоящее имя Энн Юстис Пеппер Стюарт. Она родилась 23 августа 1963 года в Дейтоне, штат Огайо. Она окончила школу Мадейры. Это частная школа для девочек. Затем она поступила в Вашингтонский университет в Сиэтле и получила степень в области антропологии. Во время учебы Уэнди также училась в Неаполе. И там она начала шить ковры с неапольскими женщинами. И после того, как она вернулась домой, это как раз таки и пробудило в ней интерес к моде. Теперь давайте немножко поговорим о моментах, которые касаются проекта Подиум. Она выиграла конкурс, где нужно было создать платье для красной ковровой дорожки. И как раз я вам хотела показать этот наряд на Нэнси О'Делл. Как вы видите, его немножко все-таки корректировали. После проекта Уэнди открыла собственный магазин в Ниддлбурге, штат Вирджиния. Она создала модный бренд под названием Pretty World. И также она продолжила работать по индивидуальному заказу. Вскоре после окончания шоу Уэнди рассталась со своим мужем. И я так полагаю, что тут как раз и сыграл тот момент, как она себя представила в шоу. Также после проекта Подиум Уэнди привлекала к себе внимание прессы. Она появлялась во многих изданиях. Также она приняла участие во втором сезоне проекта Подиум «Все звезды». Также она принимала участие и в других телевизионных шоу от Браво. После проекта Подиум Уэнди показала свою дебютную, так скажем, коллекцию в 2006 году. Линия готовой одежды была показана на неделе мода в 2007 году в Линде, штат Огайо. К сожалению, после осложнения от пневмонии и нескольких месяцев борьбы с раком, Ди скончалась с 12 ноября 2017 года. Теперь немного поговорим о Каре. Кару мы с вами знаем как профессионалы, и многие и судьи, и участники это отмечали. Сейчас Карра является генеральным директором своего собственного бренда «Кара Саун», который специализируется на высокостилизованных, модных, талантливых, музыкальных и танцевальных проектах. Она также была художником по костюмам франшизы Disney Channel «Наследники». Ее работы вызвали безумие благодаря культовому и причудливому дизайну, что стало частью поп-культуры. Карра Саун стала главным дизайнером костюмов для «American's Best Dance Crew», «The Sing Off» на канале MTV. Также Карра Саун создавала костюмы для знаменитостей, в том числе для Джастина Бимбера, Джеймса Франко. Она создавала костюмы для огромного количества шоу, и тут, наверное, легче перечислить те, к которым она не прикладывала, так скажем, свою руку. И так как ранее я отмечала, Карра очень профессиональна, даже несмотря на то, что у нее нет специального образования. Итак, теперь мы поговорим про победителя шоу Джейма Кэрролла. Он родился 11 октября 1974 года в Даллассе, штат Пенсильвания. Своим любимым дизайнером Джей называет Александра Макулина. Для того, чтобы учиться в престижном британском колледже моды, Джей переехал в Лондон. И после окончания колледжа он остался в Лондоне и продавал там свою одежду. Победа в проекте Подиум принесла Джейю известность. И самое немаловажное для создания своего бренда — это денежный приз, стажировку в фирме Banana Republic и участие в неделе моды. Однако Джей отказался от денег и стажировки из-за того, что одним из пунктов договора была 10-процентная доля компании, владеющей проектом Подиум, во всех профессиональных проектах самого Джей. И с тех пор компания понизила этот процент. После победы в проекте Подиум Джей работал в Нью-Йорке, занимался новыми проектами и пытался укрепить свое положение в качестве дизайнера. Он также помогал отбирать участников для второго сезона проекта Подиум. И снял часовой документальный фильм «Проект Джей», в котором основное внимание уделялось его попыткам утвердить себя после победы в шоу. Джей вернулся на неделю моды в 2006 году, дебютировав со своей новой коллекцией. Новая коллекция поднимает потребителям моды на более высокий уровень сознания. И это побудит людей взглянуть на моду с другой точки зрения. Его коллекция была спонсирована Обществом защиты животных Соединенных Штатов, тем самым он отражал свою позицию против меха. Коллекция была выдержана в футуристической тематике и имела как мужские, так и женские образы. Весь процесс от создания коллекции и до попыток ее продажи был задокументирован в фильме под названием «Одиннадцать минут». В 2008 году Джей запустил личный блог и бутик одежды «The Colony» by Jay McCarroll. Для проекта Джей задавали много вопросов на тему того, где можно приобрести его одежду, а ее все нигде не было и не было. И я пока искала информацию о нем, у меня сложилось такое впечатление, вот он выиграл, но он не знает, куда направить свою эту известность и талант. Он сам рассказывал, как-то он разговаривал с представителями от Banana Republic, которые предлагали ему взять номера фабрик, которые могли бы в дальнейшем его одежду производить. Но в тот момент он понял, что хочет не этого. То, что он отказался от призовых денег, привело его прямо на край бедности, так скажем. И в каких-то интервью он даже говорил, что ему приходилось спать на диванах своих друзей, потому что у него не было места жительства. И вообще в целом, как будто красной нитью вот тут идет такая мысль, что участники, которые не победили, они как будто бы достигли больших успехов и результатов, нежели сам победитель. Пишите в комментариях, согласны ли вы с мнением жюри, что они выбрали именно Джей победителем. Мне пока очень сложно сказать по поводу того, будет ли реакция на другие сезоны. Пока, наверное, стоит взять небольшой перерыв. Я в любом случае была очень рада, что вы проявили интерес к моим видео, и что в целом шоу вас вызывало какие-то эмоции, и вы немного поностальгировали вместе со мной. Спасибо вам большое. Ждать вас в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки видео, это продвижение и мотивирует меня снимать дальше видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца и были со мной. Увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока.